Турнир по уличному баскетболу. Спорт это одна из составляющих. Кроме того, ребята ждут интеллектуальные состязания, различные викторины, творческие конкурсы. Это уже вечерняя программа. Подготовка идет днем. Попутно задания на день. Сегодня командам нужно придумать программу для смартфона, которая приносила бы реальную пользу. Каждый вечер подводятся итоги. Выбирают лидера дня по числу набранных баллов. Из 70 юношей и девушек из Анапы, а также сельских округов, выбирают лидера дня по числу набранных баллов. У каждого активная жизненная позиция. Спорт, успехи в учебе, добровольческая деятельность. Здесь мы формируем вашу активность. Екатерине Боровской показывают жизнь и быт молодежных активистов. Такая тематическая смена в Анапе проходит традиционно. В этот раз основные изменения. Новая площадка с питанием в режиме шведского стола. Обед, выбор из трех первых блюд на второе мясо или рыба, а также три гарнира на выбор. Само собой овощная тарелка. Деньги на проведение смены выделяются по муниципальной программе. Вожатые специалисты центра 21 век. Мы формируем здесь в рамках этих смен молодежный актив нашего города. Не больше, не меньше. Это волонтеры, действующие и будущие волонтеры. Это наши жители города, которые формируют свою гражданскую позицию уже сейчас с молодых ногтей. Мы говорим, что именно от их активной позиции, от их правильного настроя зависит будущее не только нашего родного города, но и Краснодарского края в целом. В этой беседке юные жители Джигинки, Гастагаевская, Хутора Красный познакомились здесь. Командой почувствовали себя, как говорят они сами, уже в первые пять минут после знакомства. Сегодня на повестке дня подготовка к музыкальному конкурсу, который состоится этим же вечером. Один из моторов процесса – Екатерина Скалкина из Гастагаевской. Там она помогает ветеранам, участвует в уборке парка. На лидерской смене уже второй раз. Очень нравится здесь. Такая необычная атмосфера, можно сказать, когда в первый раз приехала сюда. Здесь очень добрые вожаты, все интересно и придумывают нам задания. Мне кажется, каждому подростку, ребенку нужно посетить хотя бы один лагерь такого типа, потому что это очень интересно и как бы запоминающийся. И новые знакомства, новые победы, достижения. Такие проекты позволяют создать единое информационное пространство, когда единомышленники, которые при обычных обстоятельствах могли и не встретиться, знакомятся друг с другом и понимают, что на самом деле их куда больше, чем кажется. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. АНАФО. Регион.